Не имитируйте удовольствие, то есть не показывайте мужчине, что вам хорошо, когда вам не хорошо, когда вы испытываете какой-то дискомфорт, когда мужчина совершает какие-то действия, которые причиняют вам боль, когда он двигается как-то не так, трогает как-то не так. То есть ваша задача сообщить об этом. Опять же таки, не нужно дергаться, и ты что, придурок, не видишь, куда наступаешь или куда жмешь. Нет. Мягко, тактично, но объяснить мужчине, что так вам не очень приятно, а больше нравится, когда ты вот так делаешь. В чем опасность, когда женщина имитирует удовольствие? Действительно, миллионы женщин сталкиваются с анаргазмией, то есть отсутствует возможность получить оргазм, а не получается. Естественно, это очень приятное состояние, когда женщина оргазмирует, но и женщины, которые не умеют этого делать, у них не получается. И, конечно, им они вынуждены делать вид, что как бы да, вроде бы все хорошо. Чем это опасно? Естественно, кроме того, что мы с вами во время близости обмениваемся и прикосновениями, и поцелуями, и чувствуемый запах тела, аромат тела своего партнера, кроме всего этого мы еще обмениваемся энергией. И вот эта волна, которая зашкаливает во время близости сексуальной, нарастающего возбуждения, оргазма, она очень часто объединяет людей. Там формируются очень сильные такие нейроассоциативные состояния, когда вы чувствуете друг друга, когда вы в едином слиянии во время оргазма находитесь. Когда женщины имитируют, этого не происходит. И рано или поздно, опять же таки повторюсь, сексуальная близость станет для вас обыденной, сухой, пресной, неинтересной. Поэтому, когда вы обманываете себя, обманываете своего партнера, вы причиняете только лишь вред. И многие женщины боятся об этом сказать мужчине. Первое. Боятся услышать от мужчины, что ты какая-то проблемная, видимо проблема в тебе. Но давайте мы не будем говорить о том, что женщина, которая не оргазмирует, это какая-то бракованная женщина. Нет. Эти вопросы решаются очень легко. Современные психотерапии, сексологии, сексопатологии. То есть, эти вопросы можно решить. И было бы желание у женщины и у мужчины, который хочет ее поддержать. Так вот, смотрите, когда, это первый момент, да, то есть, женщина не может оргазмировать, она боится сказать об этом мужчине, чтобы не выглядеть неполноценно. С другой стороны, женщина боится сказать мужчине об этом для того, чтобы его не обидеть, чтобы он себя не почувствовал неполноценным. Естественно, и в той, и в другой ситуации исключительный вред. То есть, ничего хорошего там не будет. То есть, если вы думаете, что таким образом сохраните комфортные отношения здесь и сейчас, то в будущем это сыграет злую шутку. И действительно возникнут проблемы, поверьте, вплоть до расставания, вплоть до разрушения отношений. Потому что мужчина, он в принципе будет женщиной, мы уже говорили с вами, да, в начале, второй пункт. Пошла заниматься любовью с ним в состоянии, когда она этого не хочет. При этом еще, например, имитирует удовольствие. И, конечно, мужчины же не идиоты. Он все прекрасно чувствует. Он все прекрасно понимает. Он все прекрасно осознает. И есть разница, когда женщина рядом с мужчиной действительно получает удовольствие. Она действительно занимается любовью, когда этого хочет. Или когда женщина соглашается на это. Просто так. И здесь очень важный момент. На это же реагирует все ваше тело, абсолютно все. И не обманывайте себя, запомните еще раз, повторюсь, что не нужно имитировать удовольствие. Если вы понимаете, что вы столкнулись с проблемой отсутствия получать удовольствие в близости с мужчиной, то есть анаргазмия, надо этот вопрос решать. Либо идти в терапию, либо осознать эту проблему в групповой динамике, как вам удобнее. Понятно, что личная терапия достаточно эффективна, но прежде чем обратиться к личной терапии, можно многие вопросы решить самостоятельно. Поэтому можете это сделать со мной на моей бесплатной программе. Четвертое правило. Не пытайтесь удивить своего мужчину в постели. Это еще одна ошибка огромного количества женщин. К большому сожалению, многие из вас думают, что если женщина всячески всевозможно, глубоко запхнет себе в рот мужской член так, чтобы у нее глаза выпадали вместе с линзами. Что если на его яичке будет стекать слюна, и она будет как водопад ему этой слюной омывать его паховую часть. Если она будет изворачиваться вся, и позы менять активно, и повторять сценарный план его любимого порнографического фильма. И орать, как хрюшка, которую закалывают так, чтобы все соседи уже по батареям стучат. Если вы думаете, что благодаря таким действиям мужчина будет очарован, вы ошибаетесь. Очень сильно. Мужчина очаровывается в близости с женщиной, когда видит ее удовольствие. Когда видит, как она получает наслаждение. Поэтому задача, ваша задача, задача каждой женщины не пытаться удивить мужчину. А пытаться насладиться моментом и насладиться своими ощущениями. Я вам приведу очень простой пример. Когда мужчина видит наслаждающуюся собой женщину в близости с ним, он воспринимает это как продукт собственного производства. То есть, она такая и так наслаждается собой. И вся такая изворачивается от удовольствия и изнемогает. Сладострастная. Потому что я такой. Потому что я такой. И совсем обратная картина. Когда женщина переключает все свое внимание на то, чтобы удивить мужчину, она не находится в моменте. Она думает о том, как ему, как то, как это, как вот это. Понятно, что близость сексуальная подразумевает интересы двух партнеров. Не так, что я вот о себе только сделала все дело и до свидания. Нет. Но при этом вы не должны забывать, что ваше желание удивить мужчину, оно ни к чему хорошему не приведет.